Что лучше, разбираться с самой на фрилансе или найти подходящую и интересную студию и пробовать работать с ними? Начало не услышал, что лучше? Что лучше, пытаться работать на фрилансе и прокачиваться самому или идти в какую-то авторитетную студию? Все зависит от вашего желания, потому что смотрите, я сказал, что вам нужны компетенции. Лучше всего задаться вопросом, какими компетенциями вы хотите обладать. И дальше смотреть, какая деятельность вам дает эти компетенции. Смотрите, мир поменялся, мир поменялся, и он двигается в сторону компетенций. У вас, если есть компетенции, вы востребованы. Нет компетенций, вы не востребованы. Просто мне кажется, когда ты на фрилансе, ты просто человек-оркестр, и сложно разорваться. Сложно специализироваться. Определите, какими компетенциями вы хотите отличаться. В чем вы хотите быть специалистом. Хорошо, спасибо. Смотрите, чтобы вам было понятно, мы занимаемся доставкой стройматериалов, и мы больше ничем не занимаемся. Мы могли бы доставлять морковку, еду, еще что-либо, документы, но мы доставляем стройматериалы. Мы на этом специализируемся. Мы, много делая одну и ту же работу, получаем компетенции, которых нет больше ни у кого. Это позволяет нам существовать. Это позволяет нам быть отличающимися от всех других. Это наша ниша. Мы на этой нише построим дальше свой бизнес в других областях. Точно так же вы можете посмотреть на Amazon. Amazon – это компания, которая очень четко в начале пути фокусировалась на доставке книг. Сейчас эта компания занимается тем, что она меняет мир вокруг себя. Она занимается чем угодно. Начинайте со специализации. Там сделаете монополию, сможете диктовать условия и сможете контролировать принятие решений. Вопрос от коллеги. Вы такой мотивированный. Замечали ли вы когда-либо, что живете в России? Каждый день я занимаюсь строительными материалами. Смотрите, стройка и стройматериалы – это туда вот так не придешь. Там все очень по-другому. Там грязь, там не очень хорошо, там все грязно, там плохо устроены процессы, там нет IT-технологий, там не летают ракеты. Там просто какой-то молоток, там шпатель и так далее. Туда технологии даже не пришли. Я каждый день замечаю, что я живу в России. Я пользуюсь метро, я двигаюсь в этом городе, как и вы, пью ту же самую воду. А ты любишь Россию? Я люблю Россию. Я бы здесь не жил, если бы я ее не любил и не делал бы здесь бизнес. Это был Алишер Хасанов, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.